Обратиться со своими проблемами к сенатору Тамаре Шатликовой можно было в течение трех часов по телефону. В условиях непростой эпид-ситуации это самая оптимальная форма диалога и эффективная. Член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Тамара Шатликова отмечает, общение с людьми – важная составляющая сенаторской работы, потому что это первоисточник. Да, не всегда бывает просто, но большой стаж работы в адвокатуре позволяет ей решать проблемы людей сквозь призму личного опыта. Я более 30 лет работаю в адвокатуре и, наверное, как работник никакой другой профессии юридической, знаю проблемы людей изнизу, что называется, напрямую. Люди к нам часто приходят и даже мы знаем, какой закон работает, какой работает плохо, и поэтому важно это все использовать именно в работе по законотворчеству. Как правило, к Тамаре Шатликовой обращаются как к юристу за разъяснением законодательства. Но часто возникают и другие вопросы. Традиционно поступали звонки, связанные с недоработками в сфере ЖКХ. Услышан был каждый человек. Некоторые проблемы разобрали по полочкам. Там сразу есть и те, которые требуют более глубокого изучения и анализа. Но так или иначе, все обратившиеся ответ получат. Достаточно часто возникают вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, пенсионного законодательства. Какие-то вопросы можно решить прямо в ходе беседы, дать консультацию. И вот сегодня женщина звонила по наследственному праву. И, безусловно, в ходе беседы мы с ней разрешили эту проблему. Какие-то вопросы требуют дополнительного изучения. А может быть, даже необходимо их отправить в компетентные органы, которые призваны решать те или иные вопросы. Тамара Шатликова, сенатора Ткобринского и Малорицкого районов, регулярно выезжает на прием в агрогородки, чтобы на месте во всем разобраться. Держит тесную связь с представителями сельских исполкомов. Проводит большую работу для того, чтобы квалифицированная юридическая помощь при необходимости была оказана оперативно и качественно. Как председатель коллегии адвокатов, безусловно, мы оказываем юридическую помощь жителям агрогородка. Конечно, приезжая в любой агрогородок, я смотрю, насколько там правильно наша документация оформлена, насколько есть агитация, насколько знакомы жители агрогородка, что у них есть такая возможность и право обращаться за юридической помощью. На сегодняшний день так стоит вопрос, что если жители агрогородка нуждаются в юридической помощи, то они должны записаться в исполкоме. И адвокат, даже если житель не может приехать в районный центр, адвокат в любом случае может посетить этот агрогородок и принять всех желающих.